Вы идете по тропе до исторического леса и даже подумать страшно с кем вы можете встретиться в следующую секунду это может быть кровожадный велоцираптор или голодный тираннозавр которому все равно что вы человек и стоите на самой верхушке пищевой цепи на мезозойских болотах вас может поджидать коварный саркозух который в отличие от крокодила спокойно может догнать вас да без всяких усилий хищники из мелового периода представляли огромную опасность для всего живого и ученые находя останки этих тварей дают им страшные и порой странные названия название ящера саурониопс сразу вспоминается известная франшиза властелин колец в этом сериале всепоглощающее зло носила имя ока саурона посмотрите на саурониопса разве он похож на милого покемона 12 метровый хищник безжалостно расправлялся с теми кто случайно переходил ему дорогу этот ящер от которого бросала в дрожь всех мирных травоядных был предшественником не менее злобного и вечно голодного кархарадонтозавра боже мой кто это тюполун имя этого ящера тоже звучит страшновато оно переводится дракон из тюпа ученые его прозвали динозавр страус что-то в нем было похожее на современную огромную птицу если бы такое чудовище разгуливало по городским улицам то оно обязательно начало бы охоту на людей и на собак и на кошек и на прочую городскую живность ящеры из семейства орнитомимов были в постоянном поиске пищи как и современные птицы они могли спокойно копаться как в мусоре так и в останках животных ну а если заприметили живую добычу то могли и насмерть заклевать еще один представитель китайского мелового периода с таким же грозным названием делун император дракон ну прямо как представитель боевых монахов из монастыря шаоли маленький но очень опасный кстати этот предок тираннозавра проживал 125 миллионов лет назад в китае этот мелкий но страшный звереныш был покрыт перьями и чем-то напоминал велоцираптора и дейнониха но все таки это был будущий тирекс ого обратите внимание на это страшно непонятное существо из монголии хул шууя переводится как птица нога ну а мы его будем называть птицы ног название издалека напоминает монстров из компьютерной игры ведьмак там тоже были всякие василиски птицы еды крылотвари и тому подобное иногда кажется что чем меньше был хищник мелового периода тем он был более мерзким и пакостным хул шууя был маленьким тераподом альварес завром он был в постоянном поиске пищи вечно голодный и жадный до любой еды не исключая падаль стаи этих ящеров атаковали небольшую добычу и моментально убивали ее затем ее также быстро поедали и не оставляли после себя ничего кроме костей сквозь лесные заросли пробирается один из самых опасных хищников в истории земли сиаз имя этого мегараптора означает монстр людоед из индейских легенд согласно названию чудовище было настолько переполнено злобой и голодом что пожирала всех на своем пути не исключено что этот ящер жил точно также вы только посмотрите на его прожорливую морду 12 метровый гигант был ловким охотником но также и не брезговал падалью когда добычу было трудно найти а этот грозный терапод стоял у истоков зарождения динозавров 215 миллионов лет назад имя у него не такое страшное но веет от него каким-то величием того что означает базальный или самый древний с таким именем этот хищник должен быть похож на седого 200-летнего старца однако тава был похож на велоцираптора в своей безумной ярости посмотрите на это существо которое похоже на агрессивного петуха конечно она петухом не было но агрессии в нем было безумно много хагриф что означает грифон ха египетский бог пустыни трехметровый древний петух простите ценогнатит был необыкновенно сильным авераптором сила постоянное чувство голода и охотничий инстинкт вместо разума делала его беспощадным охотником по отношению к своим жертвам такими же качествами преобладал и потомок хагрифа анзу анзу это имя божественной птицы из древней шумерской мифологии ростом анзу был меньше хагрифа и жил в то время когда метеорит уничтожил всех динозавров а все остальное охота агрессия и постоянный голод не изменились 80 миллионов лет назад на территории монголии проживал еще один ящер со странным и очень жутким именем чити пати переводится как у хозяин погребального костра чувствуете запахло загробным миром и ужасами в ночи хотя почему и нет встретить на улице глубокой ночью такое существо это сразу можно от страха потерять сознание три метра в длину и огромный страшный гребень могли испугать любого из нас а вот имя этого небольшого раптора также проживающего в монголии звучит хан у этого имени несколько значений самое безобидное но величественное степной император почему бы и нет император наполеон был тоже небольшого роста а вот другое название хан что означает по-монгольски спи спокойно опять что-то связано со смертью подходил ли этот раптор под такие имена мы не знаем но может когда-нибудь нам будет об этом известно знакомьтесь еще с одним представителем древней фауны из семейства диплодоковых ли им купал переводится с языка индейцев мапучи как исчезающая семья почему так назвали сказать трудно но объяснение этому такое ящер который спрятался от вымирания куда мог спрятаться такой гигант одному богу известно в пещеру не залезет под деревом его тоже будет очень заметно но как говорится у каждого индийского племени свои традиции и причуды а этот линк упал так и не смог спрятаться от вымирания жалко и обидно антеозавр этот зверь подозрительно опасен ученые назвали его в честь древнегреческого великана антея ну который держал землю на своих плечах что-то нам подсказывает что этот звероящер угнетал даже тех кто был эволюционно более развит чем сам антеозавр этот альфа хищник охотился на крупнейших животных пермского периода длина антеозавра достигала 6 метров это размеры крупнейших современных крокодилов которые валят буйволов вес мог достигать 600 килограмм что очень ощутимо по современным меркам конечно до тиранозавра ему еще далеко но параметры достаточно грозные чтобы коленки уже начинали трястись если взглянуть на его физиономию то становится страшновато чудовище вылезла из какого-то хоррор фильма то есть фантастического мира но все-таки этот звероящер существовал на самом деле и прекрасно жил себе в своем пермском периоде и вот еще один хозяин перми не города а пермского периода задолго до динозавров по древним землям ходил бродил козеид что за зверь такой спросите вы козеид это название семейства которое было напичкано разнообразными видами древних животных имя этого животного также специфичная лалия доринхус перевод имени не очень эпичный нос во французской местности дейла ли я про местность можно понять половина имен динозавров содержит в себе название местность а вот причем здесь нос а при том что у этого зверя издалека напоминающего тюленя был невероятный орган обоняния то есть нос какой-то он был неаккуратный что ли слишком неуклюжий для головы но форма скорее всего не играла роли играли роль способности а боняния у лалии доринхуса было идеальным для поиска пищи ну и последний в нашем списке странных имен ящер хелл бой это же цератоп скажете вы да это один из многих видов травоядных цератопсов двоюродный брат всем известного три цератопса жуткий на вид но добрый внутри рогатый динозавр носил встроенную корону и является доказательством существования многих других не открытых видов в северной америке хелл бой был официально назван так из-за его царственной внешности череп украшен костяной сборкой и рядом пластин в форме пятиугольника похожих на шипы на короне ну настоящий хелл бой такой страшный и такой же добрый ну а ощутимых отличий от других цератопсов больше и не было сегодня мы с вами окажемся на нескольких временных отрезках нашей планеты попутешествуем по времени различных эпох где главными хозяевами земли были не просто динозавры а самые зубастые динозавры для динозавров зубы и когти являлись важнейшими инструментами выживания без зубов древним ящером выжить было бы невозможно и так как же появились зубы у существ которые были одними из первых на нашей земле у первых позвоночных зубов не было и они подобно современным миногам обходились роговыми выростами на языке сейчас считается что зубы появились более 400 миллионов лет назад из бугорков покровных пластин на челюстях примитивных рыб сначала зубы не имели корней и как бы отшелушивались наружу а изнутри их вытесняли более молодые однако у костных рыб и наземных позвоночных зубы находятся в углублениях челюсти и чтобы они выпали нужно растворить их основание подобное происходит и у человека когда молочные зубы сменяются постоянными предки челюстно-ротых ученые их назвали родотины именно эти рыбы могут считаться первыми основоположниками зубастой улыбки существовал этот вид очень давно целых 400 миллионов лет назад конечно полноценными зубами их нельзя было назвать скорее всего это были лишь зародыши полноценных зубов но как говорится было бы начало а результат со временем придет проходило время эры и периоды сменяли друг друга канула в вечность несколько массовых вымираний и наступила эпоха мезозоя эпоха динозавров и млекопитающих вот здесь обилие разнообразных существ могло соревноваться друг с другом по количеству и размерам своих челюстей зубы маленькие как иголка и большие как современные кухонные ножи здесь мы остановимся и немного расскажем обладателях самых больших маленьких и необычных зубов зубы у динозавров были очень разнообразные размер и форма зубов зависели от образа жизни ящеров и их предпочтениях острые и прямые зубы динозавров питающихся мясом работали как копья хищник насаживал добычу на зуб а затем или разрывал на куски или сразу заглатывал зубы закрепленные в челюсти приспособлены к активной борьбе поэтому они характерны для динозавров предпочитающих охотиться на крупных жертв зубы со стертой верхней поверхностью или заострением как у трицератопсов свидетельствуют о вегетарианских предпочтениях зубы динозавров имеющие зачерпывающий элемент использовались для обрывания листьев такие зубы характерны для зауроподов наш старый знакомый тиранозавр вы задавались когда-нибудь вопросом почему тирекс выглядит устрашающе ответ очевиден его массивные острые зубы пугают и внушают ужас по размерам форме кривизне износу и другим деталям зубов можно определить чем и как питался ящер а также как он взаимодействовал с другими животными и растениями в пределах своей экосистемы тиранозавры были огромными плотоядными ящерами для пропитания им требовалось большое количество мяса поэтому они охотились на крупных динозавров клыки тиранозавры были похожи на букву d имели специальные укрепляющие гребни для того чтобы облегчить способ захвата жертвы клыки тиранозавра были отклонены в внутрь челюсти также эти клыки считаются крупнейшими среди всех сухопутных хищников с учетом корня их длина могла достигать 30 сантиметров сухопутные плотоядные спинозавры тоже обладали огромными зубами на передней части челюсти 15-метрового динозавра весящего 7 тонн было семь или восемь пар остроконечных зубов имеющих коническую форму за передними клыками располагалось еще 20-30 зубов меньшего размера длина зубов спинозавра могла достигать до 15 сантиметров спинозавры питались рыбой поэтому их клыки были гладкими и позволяли нанизывать на них рыбу как на копье пойманную рыбу спинозавр сразу заглатывал несмотря на малые размеры зубы дромиозавра позволяли кусками выдирать плоть у жертв значительно превышающих размеры двухметрового дромиозавра клыки хищника были похожи на пилу во время охоты дромиозавр вонзал зубы вплоть жертвы а затем резко поворачивал голову в бок вырывая кусок плоти похожие на кинжал зазубренные клыки характерны как для активных хищников так и для падальщиков из-за своих впечатляющих зубов плотоядный кархарадонтозавр не уступающий по размеру тиранозавру получил название акула зубы ящер в отличие от клыков тиранозавра клыки кархарадонтозавра не были укреплены и напоминали огромные бритвы челюсти хищника были слабее чем у тирекса что компенсировалось длиной клыков и их специфической формой зубы этого ящера напоминали клыки белой акулы длинные выпуклые с боков и с острыми кромками челюсти аллозавра содержали приблизительно 64 зуба которые постепенно уменьшались по мере приближения глотки если вы сравните череп аллозавра с черепом тиранозавра вы заметите что зубы у аллозавра пропорционально меньше аллозавры могли открывать свои челюсти очень широко и возможно использовать короткие зубы в своих челюстях как зубы пилы а также аллозавр мог вынимать куски плоти используя режущие движения всей своей головой а вот зубы диплодоков и шунозавров напоминали чистокол или грабли они не подходили для пережевывания пищи при помощи граблеобразных зубов ящер обрывал и обдирал листву переваривалась пища в желудочно-кишечном тракте зубы зауроподов напоминали долото или ложку зауроподы не пережевывали пищу обрывая ее долотообразными зубами и сразу заглатывая измельчалась пища в желудке при помощи камней гастролитов как это происходило ящер глотал гладкие камни и пища между этими камнями растиралась до состояния каши а вот к примеру в пасти трицератопса находилась до 800 зубов при закрытии челюсти зубы секаторы смыкались рассекая и перемалывая пищу на кусочки срывали растительную пищу трицератопсы при помощи клюва секаторы трицератопса постоянно обновлялись их зубы росли от 36 до 40 рядов в каждой части челюсти у диплодока было приблизительно 40 маленьких похожих на колышки зубов расположенных вместе в передней части челюсти эти длинные и тонкие зубы заменялись со скоростью одного зуба каждые 35 дней вершина зуба образовывала закругленный треугольник что помогало отделять листву от более длинных участков ветвей в одном единственном действии диплодок ел постоянно останавливая прием пищи лишь на ночной отдых поэтому его зубы очень быстро изнашивались и выпадали но зато на месте старых зубов моментально вырастали новые перейдем к морским ящерам их теозавр обладал острыми зубами конической формы каждый из этих зубов располагался в отдельной лунке как например у современных кашелотов предполагается что в течение жизни взамен неоднократно выпадавших вырастали новые зубы зубы у плеозавров характерные и узнаваемые в сечении они не круглые а треугольные с режущими кромками такое строение позволяло очень эффективно наносить раны добычи или противнику увеличивая кровоток жертве впоследствии чего раненое животное быстро ослабевала из-за огромной потери крови у леоплевродонов зубы были округлые мощная челюсть ящера играла роль так называемого пресса добыча оказывалась под невероятным давлением и конец был неизбежен а теперь летающие ящеры птерозавры одни птерозавры были без зубами такие как кецокуатли птеродоны и аджорхиды другие же виды птерозавров имели зубы ранее птерозавры часто имели зубы которые отличались по строению других видов птерозавров к примеру некоторые имели зубы на небе в более поздних группах птерозавров зубы в основном становились коническими передние зубы часто были длиннее образуя захват добычи в поперечно расширенных кончиках челюстей но размеры положения были очень различны у разных видов зубы располагались каждый в своей лунке а при смене зубов росли сзади они снизу у истиодактилей были изогнутые зубы для поедания мяса а вот ктенахазматиты использовали челюсти с многочисленными игольчатыми зубами как фильтр для отделения захваченных подводных обитателей от воды у птиродастров было более тысячи щетинистых зубов а зубы джунго рептиридов были покрыты костной тканью для облегчения дробления пищи сейчас мы видим самый конец мелового периода животные процветали на земле травоядные величественно бродили по разным уголкам планеты хищники добывали добычу который хватало с избытком среди всего разнообразия животного мира выделялся самый огромный сильный ящер тиранозавр он был королем динозавров конечно были хищники которые могли спокойно вступить в схватку с тирексом тот же спинозавр но это было исключено спинозавр обитал в африке а тирекс северной америки они никак не могли встретиться ну и по сравнению с рексом который буквально откусывал головы трицератопсом у спинозавра были слабые челюсти которые не могли противостоять челюстям тиранозавра никакой конкуренции вообще до тех пор пока не будет найден более крупный и мощный динозавр чем тирекс который свергнет его тиранозавр всегда будет носить титул короля динозавров а спинозавр просто не является таким животным но пока тирекс и сам был и остается одним из самых сильных и больших ящеров мелового периода мы вам откроем тайну что бой фильме парк юрского периода 3 был фиктивным джек хорнер парень который по сути стоял за введением спинозавра во франшизу парк юрского периода признает что спинозавр не смог бы победить тиранозавра как бы этого вы не хотели а тяжеловес трицератопс мог реально нанести королю смертельные раны а гигант аргентинозавр мог растоптать хищника и даже этого не заметить но это были глупые травоядные а люди ищут достойного хищника так все-таки почему тиранозавр стал королем дело в том что в самом начале глубокого изучения палеонтологии тирекс оказался одним из первых видов которые открыли ученые первые окаменелые кости были обнаружены в штате вайоминг в 1900 году экспедиции из американского музея естественной истории которую возглавлял барнум браун в 1905 году генри осборн из американского музея естественной истории описал останки из вайоминга под видом динамозаврус империосус окаменелости из монтаны под видом тиранозаврус рекс ящер тиран 30 декабря 1906 года газета нью-йорк таймс опубликовала статью о находке первого тиранозавра состоящего из огромных костей задних конечностей и таза животного частичный скелет которого был установлен в зале американского музея естественной истории для сравнения между его ногами был установлен скелет большой птицы чтобы еще больше впечатлить посетителей музея ученые сами того не зная возвели тирексов короля динозавров а в некоторых случаях даже в бога динозавров но если мы так много слышим видим и знаем о тиранозавре почему мы не знаем кто был королем ящеров до этого гиганта давайте разберемся в конце мелового периода на закате эпохи динозавров на вершине пищевой цепи находились гигантские хищники тиранозавриды и королем был тирекс однако до него грозой всех наземных животных был менее известный но не менее безжалостный хищник по крайней мере один из таковых смотрите это видео до конца ставьте палец вверх обязательно подписывайтесь если еще этого не сделали и жмите в колокольчик чтобы не пропустить новые интересные выпуски от нашего канала японские ученые описали новый вид динозавров получившие звучное название улукбекзаурус узбекистанинсис динозавр принадлежал к роду семейства кархарадонтозавридов это семейство объединяло крупных хищных динозавров которые являлись высшими хищниками до того как их место заняли тиранозавры окаменелые останки древнего гиганта были обнаружены в центре пустыни козелкум на территории узбекистана возраст этих отложений говорит о том что новый вид обитал на этой территории около 90 миллионов лет назад масса улукбекзауруса превышала тысячу килограмм а длина составляла до 8 метров больше длины взрослого африканского слона размер этого животного значительно превосходит размеры других хищников останки которых были когда-либо обнаружены в этой пустыне на основании этого исследователи делают вывод что узбекистанинсис скорее всего находился на вершине пищевой цепи в экосистеме раннего верхнего мела перед поздним меловым периодом кархарадонтозавриды включая улукбекзавров исчезли с лица палео континента в который тогда входила средняя азия это исчезновение связывают с распространением тиранозавридов однако этот переход малоизучен из-за нехватки соответствующих окаменелостей а теперь мы перенесемся еще дальше в юрский период кто был королем этой эпохи вот этот торвозавр он был крупнейшим хищником юрского периода обитавшим на территории сша и португалии длина его тела равнялась 10 метрам и массе 3 тонны что делала торвозавра крупнейшим плотоядным юрского периода после зауров аганакса торвозавры сосуществовали с другими крупными тероподами такими как аллозавры и цератозавры в соединенных штатах и португалии но по всей видимости имели разные экологические ниши торвозавр превосходил своих соседей размерами и возможно был самым крупным хищником своей экосистемы самое интересное этого хищника причисляли к разным семейством торвозавра относили к семейству мегалозавров потом он стал членом семейства базальных карнозавров а потом его умудрились отнести к спинозавридом и титануром однако ни одно из вышеперечисленных утверждений не было подкреплено филогеническим анализом еще один интересный факт очень редко когда ученые находили окаменевшие яйца динозавров торвозавр стал находкой для ученых окаменевшие яйца ящеры были найдены в западной португалии в речных отложениях по берегам реки которые как считается относятся к титонской стадии юрского периода примерно 150 миллионов лет назад образец хранится в музее долариньян в португалии поскольку яйца были оставлены из-за загадочных обстоятельств неизвестно оказывали ли торвозавры родительский уход за своими яйцами и молодняком или оставляли их вскоре после откладывания не оставим без внимания и других хозяев июрского периода дотягивали ли эти гиганты до королей мезозоя как тираннозавр вопрос спорный но силы и ловкости у них было достаточно алазавр после тираннозавра этот хищник наиболее чаще встречающийся в документальных и художественных фильмах фантастической литературе и производстве игрушек и коллекционных фигурок алазавр имел узкое тело длинные и сильные задние конечности довольно мощные для терапода в передней конечности с тремя когтями несмотря на свою легкость череп ящера мог выдерживать большие нагрузки но сила укуса сильно уступала тираннозавру самый большой л мог иметь длину девять метров высоту три метра и вес около двух тонн многие палеонтологи на данный момент сводятся к тому что алазавры могли охотиться стаями эти безжалостные ящеры вступали в бой с огромными стегозаврами и этому есть доказательства алазавры могли нападать и на других хищников не стоит также забывать о каннибализме следы укусов себе подобных на костях тоже присутствуют еще один достойный экземпляр июрского периода цератозавр цератозавр мог достигать в длину от морды до кончика хвоста 6 метров а вес рассчитывался у разных экземпляров до тысячи килограммов терапот имел большую голову относительно всего тела довольно маленькие передней конечности с четырьмя пальцами крепкие но не длинные ноги туловище сжатое с боков хвост особенно сжат верхняя часть головы и шеи и туловище покрыта кожными окостенениями хищник имел кинжалоподобные зубы главной же особенностью что отличает цератозавра от других крупных тераподов является наличие трех рогов на голове а точнее одного рога расположенного на средней линии черепа и двух полукруглых костных гребней над каждым из глаз образованных из слезных костей из всей троицы на роль короля претендовал торвозавр но его соперники большой л и цератозавр тоже могли претендовать на главное место под солнцем на роль короля динозавров время когда существовали всякие плотоядные травоядные ящеры давным-давно кануло в небытие а мы люди все пытаемся воссоздать картину той доисторической жизни различными способами это и фантастические теории эксперименты всякие анализы как химические так и физические ну и конечно на основе компьютерных моделей и скорее всего мы не успокоимся пока не воссоздадим полноценную картину мезозойской эпохи ученых давно интересует вопрос предки каких современных животных жили в том же мезозое и каких видов не коснулись эволюционные изменения вот один из представителей морской фауны который выглядел точно так же вдумайтесь 170 миллионов лет назад а леганский скрытожаберник название невыдуманное это целое семейство амфибий больших и не очень в народе такие виды принято называть саламандрами кто жил в 90-х тот должен помнить популярную обувь с таким названием в среднем особи вырастают до 60 сантиметров самки как это принято у амфибий больше самцов весь день земноводная отсыпается перед ночной прогулкой с наступлением сумерек амфибия активизируется и выходит на поиски покушать в еде животина неприхотлива с равным удовольствием уплетает как свежую рыбку так и своих ближайших родственников благо размеры позволяют ну и самое обидное что это саламандра спокойно жила себе на протяжении ста семидесяти миллионов лет а вот именно сейчас ее вид находится на грани исчезновения конечно трудно себе представить что этот вид совсем не изменился с юрского периода ну а это рак богомол его предки обитали много миллионов лет назад и были точно такими же как и их потомок недальновидные владельцы аквариумов нередко попадают в просак сажая такого рака в стеклянный домик своими клешнями рак богомол способен наносить невероятно мощные удары которым не может противостоять даже самое толстое стекло но на самом деле он не является ни раком не креветкой не богомолом это живое ископаемое отдельный вид ротоногого причем агрессивный и довольно опасный однажды ученые поместили в аквариум с этими существами микрофоны и неожиданно для себя зафиксировали необычные звуки напоминающие рев динозавра произошло это относительно недавно так что биологи до сих пор точно не знают как почему и зачем животные поют а главное чем издают эти звуки кстати об охоте этого живого ископаемого раков богомолов не смущает что жертва гораздо больше их самих или если это другое ракообразное с мощным панцирем первым ударом ротоногая оглушает жертву а повторными добивает ее более того рак богомол чуть ли не единственная ракообразная способная преследовать добычу и если даже животное промахнулась при атаке в первый раз жертве все равно не сдобровать обитает этот вид на мелководье на глубине до 40 метров является хищником роет норы в которых проводит большую часть жизни скрытное но агрессивное животное ведет активный образ жизни только днем знакомьтесь капибара вопреки всеобщему мнению капибара вовсе не такой уж редкий зверек в южной америке грызун встречается на берегах многих водоемов более того капибару часто берут в качестве домашнего питомца и даже не представляют что завели животное с родословной в 9 миллионов лет капибара или как их еще называют водосвинка это по сути морская свинка раскормленная до размеров крупного поросенка с языка южноамериканских индейцев откуда народом название переводится как господин трав капибара просто огромных размеров это самый крупный на земле грызун а есть поверье что их предки были размером с носорога в отличие от морских свинок водосвинки в естественной среде большую часть жизни проводят воде отсюда и второе название но они отлично себя чувствуют и в городских квартирах в качестве домашнего питомца наутилус этот моллюск появился 500 миллионов лет назад в эпоху палеозоя и тут эволюция решила что уже сделала все возможное в наши дни наутилус выглядит точно так же да и образ жизни ведет такой же как и его далекие предки живет наутилус в спиральной раковине тело его состоит из головы и туловища кстати на голове у наутилуса есть специальная пластина которой он как дверкой закрывает раковину в случае шухера глаза у него очень примитивные зато есть хорошее обоняние которое вместе с щупальцами он использует для охоты кушает он мелких рыбешек а также крабов и омаров в чем ему помогает мощный клюв да да клюв почти как у птицы но из-за кучи этих щупалец его очень трудно увидеть плавают эти существа задом наперед что смотрится нелепо наутилус понятия не имеет куда прет так как движение осуществляется посредством резкого сокращения мышц и выброса воды из полости тела чтобы хоть как-то контролировать это дело наутилус машет лапками также стоит отметить что у наутилусов потрясающая регенерация раны на их телах бесследно заживают всего за несколько часов а утерянная щупальца быстро сменяется новым адский вампир совершенно не ясно чего ученые решили дать этому безобидному родственнику кальмара такое жестокое прозвище адский вампир вырастает всего в 15 сантиметров длиной а питается планктон этот небольшой головоногий моллюск являющийся последним живым представителем отряда вампироморфов вампироморфы это целое геннологическое морское дерево самых разнообразных морских существ начавших период своего существования 230 миллионов лет назад пока адский вампир не изучен до конца из-за труднодоступности мест его обитания поскольку это единственный известной науке головоногий моллюск способный жить на глубине больше 1000 метров а это лиловая лягушка всю свою жизнь лиловая лягушка проводят глубоко в грязи она появилась еще 130 миллионов лет назад но ученые открыли этот вид только в 2003 году ну и где она пряталась все это время правильно по толстым слоем грязи мечехвосты одни из самых интересных представителей животного мира земли этот вид наряду с черепахами и крокодилами самый древний обитатель планеты их предки жили еще до динозавров как мечехвосты смогли выжить в условиях нескольких геологических эпох которые пережила планета за все ее существование мечехвосты смогли пережить все известные науки периоды глобального вымирания земли их вид живет здесь уже около полумиллиарда лет конечно же они видоизменились но ни один из ныне живущих животных не может похвастаться таким долголетием вида если раньше мечехвостом угрожали только катаклизмы то сейчас вмешался человек этих крабов используют в пищу для удобрения как приманку в рыболовстве и именно им мы обязаны чистотой вакцин и других лекарств мечехвостов ученые называют живыми ископаемыми история существования этого живого организма охватывает 200 миллионов лет и за это время внешний вид мечехвоста практически не изменился в природе совсем немного таких же уникальных примеров столь притягательных для научного наблюдения и изучения все тело мечехвоста защищено толстым панцирем его длинный и заостренный хвост напоминает меч этот меч покрыт зазубринками когда мечехвоста переворачивает волной он использует свой хвост чтобы принять нормальное положение еще удивительно то что мечехвост не имеет зубов будучи полностью всеядным мечехвосту приходится поглощать пищу разрывая ее на небольшие кусочки его основной добычей является падаль водоросли рыбья икра а также всевозможные морские устрицы и червячки но и самое главное мечехвост почти не изменился и и завершает наш выпуск вот этот герой с очень странным названием муравей с марса этот вид муравьев был обнаружен в двухтысячном году в тропических лесах амазонки в бразилии он примечателен своей необычной морфологии муравей с марса принадлежащий к самому старому известному отдельному роду который ответвился от предков всех других муравьев и этот вид по оценкам ученых бродит по нашей планете уже приблизительно 120 миллионов лет кстати он скорее напоминает внеземных монстров из голливудских фильмов чем привычных всем насекомых по всей вероятности данный вид членистоногого по неизвестным причинам отделился от общего ствола на начальном периоде эволюции всего семейства муравьиных обнаруженные рабочие особи загадочного муравья не позволяют сделать какие-либо выводы о том как выглядят личинки а также самцы и самки этого вида все размышления об образе их жизни пока также носят сугубо спекулятивный характер сегодня история земли унесет нас на миллионы лет назад но не в жаркие леса и джунгли а на холодную неприветливую территорию на которой обитали различные кровожадные чудовища это аляска 69 миллионов лет назад климат был чуть теплее чем в современных северных странах летом температура достигала 30 градусов по цельсию зимой до минус 10 настоящая зима с сугробами и льдами но значительно теплее чем наша современная казалось бы это невозможно динозавры среди снегов и льда но это действительно было так несмотря на негостеприимные условия меловая аляска была довольно оживленным местом где под сенью хвойно широколиственных лесов состоящих в основном из ближайших родственников мета секвой и болотного кипариса бродили самые разные животные а вот и первые жители пятиметровые рогатые пахиринозавры они отлично соседствовали с утконосыми эдмонтозаврами которые были величиной с настоящий автобус а вот и первый зимний хищник шестиметровый нанукзавр уменьшенная копия тиранозавра по сравнению с тирексом он намного меньше но кровожадности у него от этого не убавилось а даже наоборот он внимательно следит за тем что происходит на его территории если какое-то невнимательное животное пересекло территорию нанукзавра она подписала себе смертный приговор и этими невнимательными животными стала стада пахиринозавров травоядные были увеличены тем что искали себе пропитание в небольшом лесу стая нанукзавров из трех особей уже почувствовали запах животных и начали преследовать пахиринозавров и это было не просто банальное преследование а четко разработанная стратегия лес для травоядных это настоящая западня некоторые из пахиринозавров могут запросто отбиться от стада и погибнуть от лап хищника поэтому стада почуяв угрозу торопливо стремится выйти из леса на открытую местность выходя из чащи пахиринозавры становятся в круг и опускают головы выставляя на хищников огромные смертоносные рога но нанукзавров это абсолютно не пугает а один из них более смелый даже бездумно пытается атаковать травоядных но получает отпор к счастью для него не смертельный нанукзавр отбегает на безопасное расстояние такие противостояния могли длиться по несколько дней в том числе из-за сильной метели которая мешала как хищникам так и травоядным нанукзавры периодически проверяют стада пахиринозавров на бдительность и хищники дождались момента когда у стада нарушился строй и началась паника стада бросилась в бегство преследуемая хищником в конце концов один пахиринозавр выбился из сил и отстал от стада нанукзавры моментально его окружили после недолгого противостояния травоядный был побежден а это драмиозавры небольшие хищники длиной около двух метров с хвостом и весом около 15 килограмм они имели много острых зубов а также крупные серповидные когти на лапах тело драмиозавра была покрыта перьями перья сохраняли тепло для этого животного потому что драмиозавр был теплокровным этот хищник был постоянно в поисках добычи на своих охотничьих угодьях удивительные и опасные создания не брезговали даже насекомыми но когда им была нужна по настоящему большая добыча на охоту выходило три-четыре особи потому что в одиночку с большим животным было не справиться на пути драмиозавров появилась большое стадо травоядных гадрозавры из семейства утконосых ящеров они гиганты по сравнению с драмиозаврами но ловкость и внезапность на стороне хищников спасение гадрозавров только в командном сплочении на пути травоядных большая река покрытая льдом вожаки начинают выбирать самое безопасное место для перехода стада осторожно переходят по льду который местами очень тонкий а драмиозавры внимательно следят за травоядными взрослых особей они не собираются атаковать их цель детеныши стада завидев хищников начинает паниковать в итоге некоторые из детенышей гадрозавров оказываются в реке и тонут наконец гадрозавры пересекли опасную реку и устремились в безопасное место драмиозавры не смогли преследовать их дальше охота прошла неудачно но ужин на несколько дней им обеспечен потому что река прибила к берегу утонувшего молодого гадрозавра самый необычный полярный динозавр семиметровый антарктический креолофозавр охотился этот хищник на довольно крупных растительноядных зауроподов однако не брезговал и мелкой добычей в единственном найденном скелете обнаружились зубки трептилодонта мелкого родича млекопитающих чтобы догнать такую добычу креолофозавр должен был быть подвижным и стройным животным но были моменты когда перед этими хищниками вставал вопрос выживания в борьбе за самку часто погибал один из соперников и тогда чтобы не выбрасывать еду на ветер креолофозавры занимались каннибализмом также происходили случаи поедания собратов в моменты серии неудачной охоты хищникам овладевала чувство голода и ему было уже все равно кем питаться еще один полярный житель траадон траадон был маленьким динозавром достигавшим до двух с половиной метров в длину и до 50 килограмм в массе конечно он не выглядел так страшно как тиранозавр но окаменелости говорят о том что траадоны были такими же беспощадными охотниками как и тирекс эти небольшие хищники выследили стадо эдмонтозавров и собираются поохотиться на них на первый взгляд кажется что взрослому эдмонтозавру почти нечего бояться 12 метровая травоядная против двухметрового хищника гиганты против пигмеев но не все так просто во первых арктические траадоны отличались размерами от своих южных собратьев во вторых это были ночные хищники а травоядные ночью спали и в-третьих у траадонов соотношение мозга и тела было больше чем у любого другого динозавра а значит он был более интеллектуально развит также у этих хищников были невероятно большие глаза они могли охотиться ночью так же хорошо как и днем среди всего стада травоядных траадоны старались выбрать самую молодую или самую слабую жертву и вот началась молниеносная атака на спящие стадо эдмонтозавров травоядные были застигнуты врасплох и вот один детеныш совершил опасную ошибку он отделился от стада и побежал в противоположную сторону траадоны последовали за ним у малыша не было сил далеко убежать и траадоны атаковали его в их глазах был только звериный аппетит помощь пришла неожиданно сработал материнский инстинкт взрослая самка эдмонтозавра появилась перед траадонами неожиданно ударом хвоста она смертельно ранила одного из хищников двое других траадонов успели убежать раскопки древних окаменелости показывают что траадоны процветали на этой территории питаясь детенышами травоядных и погибшими животными так же как и большинство хищников они были падальщиками на чукотке в районе прибрежно-морской бухты золотого хребта в поздних периодах мезозоя обитали представители ламнообразных песчаных плоскотелых и ковровых акул а также цельноголовых химер и весьма больших по размеру скатов всевозможных ракообразных гастропод и аммонитов довольно часто в такие моря заходили крупные особи мозазавров по берегам морского бассейна произрастали хвойные виды деревьев занимавшие горные хребты и ближайшие низменности в конце юрского периода здесь вероятно было обширное море в котором плавали плезиозавры также и телозавры облюбовали северные районы нашей земли пропитание было здесь больше чем достаточно подводные погони за добычей не прекращались ни днем ни ночью обильное разнообразие рыб в этих местах делала большой шаг в миграционных процессах хищников а также и в их эволюции в позднем мели сухопутные динозавры процветали на чукотке недавно останки гадрозавров были обнаружены в районе восточной чукотки однако видовая принадлежность этих рептилий еще остается под вопросом в то время чукотка была раем для растительноядных динозавров большая часть чукотки была покрыта густыми хвойными широколиственными лесами здесь росли папоротники цикадовые голосеменные и цветковые растения именно ископаемые флоры позволяют нам понять чем питались гадрозавры жившие в этих районах жили они здесь очень хорошо и попадали в этот район в результате миграции фрагменты костей еще полностью не изучены однако уже ясно сейчас что эти рептилии жили здесь в условиях полярной ночи и мягкой полярной зимы это были по-настоящему арктические динозавры схватки динозавров одно из самых замечательных открытий которые когда-либо производилась эта фраза принадлежит скотту сэмпсону канадскому палеонтологу из денверского музея естественной истории америка это настоящая колыбель древних ископаемых как известно динозавры жили во всех уголках нашей планеты сегодня мы сравним два континента на которых жили доисторические обитатели это северная америка это россия северное и восточное полушария на них мы можем наблюдать огромное количество динозавров юрского и мелового периодов и кто из них мог противостоять друг другу кто сильнее проворнее и беспощаднее заглянем на американский континент тиранозавр выдающийся хищник ученые описали его как огромного убийцу всех динозавров длина 13 метров вес 9 тонн ракета илона маска имеет 9 жидкостных ракетных двигателей это символично образ монстра стал невероятно популярен и все решили что он король динозавров все остальные животные дрожат при виде тиранозавра а жил ли тиранозавр в россии ведь как утверждает сайт fossil works на территории россии обитали тиранозавры и торбозавры хотя первые вряд ли могли зайти прям до дальнего востока но вот торбозавры учитывая их место обитания вполне могли изобрести на территорию россии среди коренных жителей можно выделить такого динозавра как келеск он не является тиранозавридом относясь к процератозавридом они же в свою очередь были боковой ветвью развития тиранозавров останки келеска представлены черепом и костями конечностей это был динозавр средних размеров доминирующий в редколесиях красноярского края в юрском периоде длина 6 метров а вес всего 700 килограмм карнозавр первые карнозавры появились около 176 миллионов лет назад они обитали в северной и южной америке также их останки находили в европе африке в азии и австралии довольно популярный вид в россии обитала два вида карнозавров не о виноторит хилантоизавр и мегалозаврит поэкелопливрон кстати хилантоизавра теперь называют по-другому аллозавр сибириус карнозавры были известны своей прожорливостью впрочем за всю историю земли практически хищники всегда были прожорливы вот это хозяева северо-американских земель юрского периода циратозавр аллозавр и торвозавр властелины доисторических джунглей они обитали одновременно на одной территории в северной америке именуемой формацией морисон подписывайтесь на канал ставьте палец вверх и оставляйте комментарий а также бейте в колокольчик чтобы не пропустить новые и интересные выпуски от нашего канала дайте волю своему воображению и представьте в позднем юрском периоде образовалась прямая граница между русской и североамериканской территории и все это происходит 150 миллионов лет назад вы находитесь на границе между лесом что состоит из папоротникообразных и хвойных деревьев и обширной равниной вы наблюдаете невероятный сюжет появляется крупный хищник ловко маневрируя между папоротниками а из леса в этот момент с треском деревьев тяжелый поступью выходит другой терапот вы стали свидетелем встречи хищников аллозавра и торвозавра спрятавшись за деревьев и замерев вы с трепетом наблюдаете за происходящим беги несчастный любитель палеонтологии но любопытство берет вверх и в ожидании зрелищного сражения вы следите во все глаза за предоставленный вашему взору картиной оба хищника удивлены внезапной встречей широко раскрывая пасти шипят друг на друга и заворачиваясь боком чтобы визуально казаться больше но все как один начинают нюхать воздух странный запах запах смерти распознав кому принадлежит этот запах тераподы озираются явно начав паниковать земля начинает содрогаться при приближении неизвестного и вот вы уже видите еще одного хищника северо-американской территории это зауров аганакс боже он огромен терапод останавливается наклоняет голову и раскинув зубастую пасть издает низкочастотное рычание услышав жуткое предупреждение все хищники бросаются в рассыпную перед вами высший хищник позднего мелового периода северной америки а ты любитель палеонтологии моментально выскакиваешь из оцепенения и рывком без заглядки бежишь прочь и мечтаешь попасть обратно в период кайнозоя по количеству изученных хищников юрского периода северная америка превосходит россию и достаточно много а что там происходит в меловом периоде могучий тирекс обходит свои владения и совсем не ожидал что на пути ему встретился терапод небольшого роста что за попугай подумал тиранозавр всего полтора метра в длину и вес 18 килограмм пситакозавр травоядный динозавр обитавший на территории восточной россии а также живший в китае и монголии динозавр попугай так и прозвали его палеонтологи за его нос похожий на клюв попугая никакого поединка не получилось хищник просто бы съел это наглое животное которое перешло ему дорогу еще один американский хищник из семейства драме а заврит обитавший на территории сша в середине мелового периода 115 миллионов лет назад да и на них относятся к манераптором группе близких птицам динозавров скорость и внезапность вот самые главные преимущества этого хищника трехметровый охотник не нападал на добычу в одиночку целое семейство выходило в поисках мяса все равно какое оно было живое или мертвое представьте себе что дейнанихс забрел не только на территорию россии но еще и в поздний пермский период тот период который был еще до великого пермского вымирания дейнаних встретился лицом к лицу с иностранцеви иностранцевия король пермского периода мощный трехметровый хищник достаточно быстрый и очень сильный схватка один на один была бы летальной для дейнаниха горганопс был очень сильным зверем с повадками современного тигра за счет своей ловкости иностранцевия могла держать победу но дело в том что дейнанихи не охотились в одиночку ну а толпой можно уничтожить любого грозного хищника траадоны достаточно известные небольшие тераподы проживающие на территории сша в конце мелового периода два с половиной метра в длину вместе с хвостом при весе всего 35 килограмм мало кто знает но в середине мелового периода эти хищники обитали и на территории россии а точнее в якутии одеты в теплые перья они были постоянно в поисках добычи тогда в якутии было не так холодно чем сейчас и эти охотники без труда выживали вполне вероятно что американские русские траадоны могли отличаться друг от друга в окраске и оперении но при встрече лицом к лицу сложно назвать победителя меня и вас там не было поэтому анализировать сложно хочется отметить что доисторические хищники северной америки превышали числом хищных динозавров россии с травоядными же было попроще на обоих континентах в россии обитало огромное количество самых разнообразных гадрозавридов и зауроподов северная америка не уступала в этом очень много видов травоядных существовало и здесь практически во всех доисторических океанах водились гигантские хищники тот же мозазавр мог жить возле берегов нью-йорка а на следующий год плавать возле острова сахалин ихтиозавры известные своей разновидностью тоже совершали путь миграции по всей планете все это делалось ради произведения потомства и продолжения новой жизни что же касается летающих хищников то тут однозначно похожая ситуация птерозавры могли совершать полеты на огромные расстояния а еще стоит упомянуть различных крокодиломорфов они тоже обитали там где и динозавры охраняли свою территорию и потомство но об этом более подробнее можно поговорить и в других видео загадки динозавров изучены всего на несколько процентов природа пока закрыла для нас свое прошлое но потихоньку дверь немножко открывается и мы с каждым годом узнаем про динозавров все больше и больше и мы надеемся что скоро повстречаемся с новыми удивительными обитателями нашей доисторической планеты любое болото у человека ассоциируется с местом жутковатым и страшноватым в любой сказке болото это пристанище злобных существ в фильмах ужасов и фэнтези болото это территория всевозможных аномалий привидений кровожадных маньяков и конечно различных тварей на самом деле современное болото это среда обитания милых гигантских рептилий которые не побрезгуют вами пообедать всяких привлекательных ядовитых тварей которые обязательно попытаются вас закусать насмерть ну и масса очаровательных насекомых которые не отпустят вас пока не высосут литров пять крови давайте разберемся какие животные птицы и земноводные проживали в болотах от истоков триасового периода и до последнего вымирания когда-то в триасе обитало такое животное как листрозавр где-то 250 миллионов лет назад листрозавр был первым крупным динозавром у которого был перьевой покров наподобие пуха останки листрозавра обнаружены на территории Южной Африки европейской части России, Китая, Монголии и Индии листрозавр был травоядным децинодонтом в отсутствие хищников и травоядных конкурентов листрозавр считался одним из самых распространенных существ сложно в это поверить, но до 95% всех наземных животных в то время были листрозаврами передние конечности были у листрозавров мощные и крепкие значительно сильнее, чем задние листрозавр имел большие когти, которые служили ему для выкапывания нор строение его плеч и тазобедренных суставов свидетельствуют о весьма специфичной походке и манере передвижения в так называемую развалочку листрозавр жил в норах, которые он постоянно выкапывал территориями обитания этих животных были зачастую болотистые местности за десятки тысяч лет образ жизни листрозавра сделал его способным справиться с атмосферой с уменьшенным содержанием кислорода именно кислорода не хватало на болотах из-за частых испарений, которые выделялись из постоянно влажной почвы эти животные обладали крепким иммунитетом к подобным местам чего, к примеру, другие животные не могли сделать листрозавр, как самый крупный представитель рода, был способен поглощать твердую растительность некоторые из видов могли питаться как жесткими частями стволов деревьев так и мягкими папоротниковыми растениями и самое интересное, что в раннем триасе было всего два хищника способных охотиться на листрозавров это объясняет всплеск популяции этих динозавров на планете в триасовом периоде возникло много новых видов различных животных большинство из них были морскими но именно переход морских животных на сухопутных дал возможность многим существам жить и на суше и в воде и, конечно, болото стало тем самым удобным местом для проживания и процветания многих доисторических тварей пастазух был одной из самых крупнейших плотоядных рептилий в конце триаса взрослые особи достигали около метра в высоту 4 метра в длину от носа до кончика хвоста а их масса могла колебаться от 250 до 300 килограмм у пастазуха был массивный череп с кинжальными зубами обитал пастазух в поймах рек и озер но и болотом как местом проживания ничуть не брезговал пастазух жил в тропической среде влажный и теплый регион состоял из папоротников этот плотоядный был одним из самых крупнейших животных в этой экосистеме и охотился на травоядных таких как трилофазавр и типа таракс а вот территория Африки стала настоящим пристанищем для огромного количества доисторических тварей жаркий климат благоприятствовал появлению интересных видов динозавров как травоядных так и хищников один из самых знаменитых хищников доисторического периода спинозавр также был обитателем озер рек и болот настоящая болотная тварь которая внушала панический страх абсолютно всем обитателям доисторической Африки он по праву считался хозяином африканских водоемов и не было почти никого кто мог бы противостоять этому чудовищу еще один представитель африканских территорий цератозавр жить постоянно в пустыне ящеры не могли и поэтому они старались держаться в заболоченных местах или возле рек плотоядный цератозавр жил на земле около 150 миллионов лет назад во время позднего юрского периода он был похож на аллозавра но гораздо меньших размеров цератозавра легко отличить от других динозавров по небольшому рогу на голове и двум роговым выступом над глазами благодаря им динозавр и получил свое имя которое в переводе с греческого языка означает рогатый ящер вулкан Адон был крупным растительноядным динозавром с вытянутой шеей средней длины маленькой головой и мощным хвостом он жил на территории современной южной Африки в самом начале юрского периода примерно 200 миллионов лет назад это был один из самых первых динозавров кости которого были найдены в Зимбабве имя вулкан Адона в переводе с латинского языка означает зуб вулкана такое прозвище динозавр получил из-за того что его останки впервые были найдены в небольшом песчанике между двумя застывшими потоками лавы передвигался он на четырех конечностях но мог подниматься на задние ноги чтобы достать до верхних веток на деревьях Баразавр большой растительноядный динозавр живший на земле около 150 миллионов лет назад во время юрского периода он был одним из самых крупнейших ящеров которые когда-либо обитали на нашей планете по расчетам ученых одно только сердце баразавра весило больше тонны внешне этот динозавр был похож на своего близкого родственника диплодока только шея у него была длиннее а хвост короче еще один обитатель Африки мегалозавр мегалозавр был активным хищником который охотился на древних стегозавров и зауроподов а если удавалось найти останки уже умерших животных ими он тоже не брезговал то есть он был падальщиком как и многие крупные тероподы жизненно важный ресурс для этого хищника тоже была вода а значит лучшее место чем болото или озеро найти было нельзя плюс там постоянно находилась разнообразная добыча для этого хищника 9-метровый мегалозавр тоже считался хозяином рек и болот алозавр был одним из самых страшных плотоядных динозавров июрского периода он легко догонял хватал и разделывал добычу впиваясь в нее когтями и десятками острых зубов помимо еды этого динозавра мало что интересовало когда алозавр выбирал себе жертву у нее практически не было шансов на спасение стегозавры стегозавры появились на земле примерно 150 миллионов лет назад это были огромные растительноядные динозавры с маленькой головой пластинчатой спиной и хвостом на котором располагались грозные шипы стегозавры обитали как в лесах так и на открытых местах болотистые участки леса идеально подходили для этого вида животных мощные испарения создавали благоприятный климат для этих животных носящих огромный гребень на спине и мощное оружие на хвосте кархарадонтозавры жили в конце мелового периода примерно 100 миллионов лет назад на севере Африки их останки были найдены в Алжире, Марокко, Египте и Нигере кархарадонтозавры входят в четверку самых крупных плотоядных ящеров они обитали в доисторических вечно зеленых лесах окруженными болотами и озерами и охотились на более мелких хищников и растительноядных динозавров хищник 12-метровой длины создавал опасность для всех обитателей того времени из-за огромных размеров кархарадонтозавра никто не решался напасть на него зато сам плотоядный динозавр почти никого не боялся он мог охотиться на детенышей крупных зауроподов отбирать пищу у более мелких хищников и питаться падалью и только взрослые зауроподы могли дать отпор этому кровожадному плотоядному ящеру в погоне за добычей кархарадонтозаврам приходилось порой забредать на территории других крупных хищников например спинозавров или карнотавров тогда между плотоядными динозаврами возникали конфликты чем голоднее были хищники и крупнее добыча тем выше была вероятность спора порой такие неприятные встречи заканчивались драками в черепе одного кархарадонтозавра ученые даже нашли необычный прокол который судя по всему оставлен зубом защищавшегося от нападения спинозавра с самого начала времен живые организмы сражались друг с другом как только в океанах появились первые животные сразу же пошла борьба за жизнь речь идет не о предках тигров и даже не о динозаврах британские палеонтологи нашли отпечатки существ которые жили более 500 миллионов лет назад в идиокарском периоде в те времена на земле не существовало животных со скелетами фауна вообще не включала в себя организмы которые были хоть как-то похожи на современных животных фауна идиокара состояла из организмов с мягкими телами и ветвящимися подобиями щупалец информации о них мало потому что эти создания оставили после себя мало следов в англии есть очень древняя территория чармундский лес очень сложно поверить но его возраст почти 600 миллионов лет это излюбленное место для всех палеонтологов там находят огромное количество вымерших животных и древних организмов так вот из всех отпечатков на территории чармундского леса ученых особенно привлек только один который явно имел скелет и вел хищный образ жизни кажется исследователи нашли самого первого хищника в истории земли на этом фото предположительно один из самых первых хищников на земле обитавших примерно 500 миллионов лет назад он бессовестно поедал более мелкие организмы и в прямом смысле доминировал над всеми живыми существами на земле напоминал он с собой коралловый полип добывающий себе пищу при помощи щупалец удивительное существо имела длину около 20 сантиметров и обладала плотными щупальцами которые могли плавно раскачиваться в воде и захватывать плывущую рядом пищу если это действительно было так и это загадочное существо жило во времена идиокарского периода тогда британские ученые явно нашли самого первого хищника в истории земли возможно таковые были и до него но он может быть единственным кто хотя бы немного сохранил свои следы до наших дней кстати его звали отенбора в честь британского натуралиста и телеведущего дэвида отенбора гораздо позже мать природа стала заселять землю самыми разнообразными видами животных и фактически все организмы разделились на два лагеря травоядные ели траву хищники ели травоядных так и появился этот неизменяемый закон природы но со временем некоторые животные которые были слабы перед доминирующими хищниками получили от природы бонусы защиту маскировку и оружие подписывайся на наши соцсети и узнавай много нового и интересного о жизни самых разнообразных животных мы есть в ик в телеграме в инстаграме это лес мезозойского периода тиранозавр высматривает добычу его невероятное обоняние подсказывает ему что где-то недалеко в паре километров пасется семья трицератопсов хищник жадно нюхает воздух слабый ветер дует на него значит можно незаметно и не спеша подойти к добыче и вот уже цель близка осталось рвануть к самому большому из них больше добыча больше мяса и вот тирекс бросается в атаку остались считанные метры и зубы тирекса вот-вот пронзят сочный бок трицератопса но внезапно трицератопс поворачивает свою морду с огромными рогами навстречу гиганту скорость хищника настолько велика что он уже не может остановиться смертоносные рога травоядного вонзаются в несущийся живой локомотив первые минуты тиранозавр даже не почувствовал боли и его огромные челюсти сомкнулись на шее травоядного в итоге трицератопс получил раны несовместимые с жизнью но и тиранозавр не стал победителем он умер от потери крови от повреждений которые нанес ему рогатый ящер эта битва завершилась трагично для обоих а это наши дни эпичный бой мангусты против кобры есть ошибочное мнение о том что у мангуста существует иммунитет от яда кобры но на самом деле это не так при схватке с коброй мангуст ловко уворачивается от змеиных атак ну а если все-таки кобра укусила зверька то может быть несколько исходов в организм может проникнуть большое количество яда и мангуст может умереть ну а если укус был незначительный то пушистый боец отлеживается какое-то время после боя пока весь яд не выведется из организма но мангусты вступают в бой с кобрами в самом крайнем случае или когда сильно голодные или когда им самим угрожает опасность существует много случаев когда эти два хищника наносили друг другу смертельные раны и оба погибали кстати в одно время индийский вид мангустов завозили на острова Карибского бассейна для борьбы с гремучими змеями но как выяснилось пушистые зверьки не смогли справиться с этой задачей вот еще один пример когда в противостоянии гигантов не было победителей даже в эпоху мелового периода в морских глубинах на охотничьих угодьях столкнулись гигантский кит левиафан и семейство мегалодонов как будто несколько небоскребов ударились друг с другом причина в том что кит-убийца случайно заплыл на территорию этих гигантских акул и задача мегалодонов выгнать противника подальше но происходит невероятное наглый левиафан атакует одного из мегалодонов нанеся смертельную рану последнему и конечно остальные члены семьи не могли этого стерпеть атаки на убийцу были одна мощнее другой в итоге самый большой мегалодон наносит смертельный удар виновнику ситуации поверженный левиафан медленно опускается на дно океана где скоро станет пищей разнообразных морских обитателей но если бы гигантский мегалодон столкнулся с левиафаном один на один то вполне вероятно что погибли бы оба представителя доисторического океана ну а в наше время можно наблюдать и такие битвы это одни из самых ядовитых пауков на земле тарантул и скорпион скорпионы и тарантулы два вида древних паукообразных которые населяют землю сотни миллионов лет они существовали даже до времен динозавров в дикой природе скорпионы и тарантулы редко пересекаются но они будут сражаться чтобы защитить свою территорию или себя а иногда даже пытаться съесть друг друга на первый взгляд бой кажется равным скорпионы и тарантулы обычно устраивают засаду хищники которые сидят и ждут своей добычи оба хорошо вооружены у скорпионов есть прочная броня в виде экзоскелета состоящего из перекрывающихся слоев хитина и белка который похож на кератин в наших ногтях а у скорпионов есть хватательные клешни чтобы ловить и рвать добычу которые они могут использовать чтобы схватить тарантула один из крупнейших в мире скорпионов гигантский лесной скорпион он вырастает до 22 сантиметров в длину и может использовать свои мощные клешни чтобы раздавить тарантула птицееда однако в критическом случае тарантул может пожертвовать конечностью чтобы освободиться и отрастить ее заново при следующей линке пауки тарантулы также имеют преимущество в размере например у галиафа птицееда в южной Америке внушительная длина тела 12 сантиметров а длина ног почти 30 сантиметров это размер страницы А4 отсутствие у пауков клешней они компенсируют клыками которые позволяют им легко пробивать хитин и наносить болезненные колотые раны у скорпионов и тарантулов в арсенале есть супероружие яд скорпионы вводят яд через жало в хвосте а пауки через клыки такая схватка конечно очень захватывающая но в большинстве случаев исход может быть летальным для обоих противников достаточно большие порции яда полученные двумя противниками действуют быстро и вот самоубийственный поединок окончен со счетом минус причем для всех птерозавры повелители доисторического неба но даже и у этих повелителей происходили смертельные схватки каким образом это проявлялось допустим один из птерозавров поймал достаточно крупное по размерам животное умертвил его и пытается в когтях отнести добычу в гнездо чтобы накормить своих недавно вылупившихся птенцов но во время полета на него нападает другой птерозавр с целью отобрать честно заработанный трофей он пытается забрать добычу в воздухе оба птерозавра крепко держат добычу на высоте нескольких десятков метров и не желают ее отпускать они начинают раскручиваться на огромной высоте смертельная карусель иногда выходит из-под контроля обоих противников никто не отпускает добычу и хищники теряют контроль над высотой в итоге оба падают на землю с огромной скоростью и разбиваются насмерть такой печальный опыт противостояния происходит и в наши дни орлы следуют точно такой же традиции схватив горную козу гигантский орел поднимается на невероятную высоту и если конкурент пытается отобрать еду то происходит точно такая же смертельная карусель жадность обоих может привести к такому же печальному исходу который практиковали когда-то птерозавры это змея она ищет себе пропитание поиск оказался недолгим змея наметила жертву красивая и на первый взгляд обычная безобидная лягушка спокойно греется на солнышке и даже не подозревает что над ее жизнью нависла опасность молниеносный рывок и зубы змей проникли в тело разноцветного земноводного яд начал быстро действовать и змея с нетерпением проглотила лягушку но этим она совершила ошибку которая стоила ей жизни лягушка оказалась очень ядовитой и яд попал к охотнику уже тогда когда змея прокусила тело несчастной жертвы несмотря на столь привлекательный внешний вид лягушка представляет одно из самых ядовитых живых существ нашей планеты населяющих латинскую америку даже небольшое количество яда может убить до 5 человек токсичность яда такова что малейшее прикосновение к лягушке может повлечь за собой неизбежную смерть при этом многие лягушки отличаются весьма миролюбивым характером и первыми никогда не нападают спасибо что посмотрели этот выпуск до конца ставьте палец вверх и оставляйте комментарии не забывайте подписываться если еще этого не сделали а также бейте в колокольчик чтобы не пропустить новые и интересные выпуски от канала реальное нереальное которые делают LECT ГОЛОСМИСТИ ГОЛОСМИСТИ Продолжение следует...